Солнечному миру нет, 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 на верному взрыву, да, да, да. Этот ремейк песни Кобзона в свете людоедских взглядов российской элиты сейчас максимально соответствует духу времени и риторике Кремля. А за ее правильный вариант начала 80-х, который в эпоху ядерной напряженности между СССР и США воспевал и прославлял солнечный мир, в современной России можно и 15 лет тюрьмы получить. А поэтому какая эпоха, такие и песни. Эх, Россия, матушка, в бой готов, сарматушка, верь нам с красным знаменем, бабушка. Сейчас на повестке дня у путинской России вместо сдерживания упреждающее ядерное возмездие. Другими словами, нанесение ядерного удара по одной из стран НАТО, условной Польши. При таком сценарии, уверяет российский политолог Сергей Караганов в статье «Тяжкое, но необходимое решение, США якобы не вступятся за европейские страны». Ведь никто не станет жертвовать условным Бостоном ради условной Познани. По мнению Караганова, только так можно сломать волю Запада к агрессии. Не устарела ли наша ядерная доктрина применения ядерного оружия? Мне кажется, что, безусловно, устарела. И она даже выглядит легкомысленной. Созданной в другие времена и, может быть, в другой обстановке, да даже и следует старым теориям. Сдерживание больше не работает. Мне известна ваша позиция. Я читал некоторые документы, ваши статьи, записки. И я чувство ваше понимаю. То, что еще в недавнем прошлом казалось страшным сном нанести первым ядерный удар и таким образом нажать на спусковой крючок глобальной войны на самоуничтожение человечества, проповедует при полной поддержке Путина тот самый Сергей Караганов, который в 90-е вместе с Егором Гайдаром, Ленатой Литвиновой и Татьяной Друбич и другими был аналитиком программ Леонида Парфенова «На медне наша эра». Тогда на одном из самых либеральных телеканалов России НТВ Караганов критиковал действия советского руководства и выступал за декоммунизацию. Был доказан воочию провал социализма. Но в 2022-м когда-то уважаемый в мире политолог-либерал Караганов, который печатался в серьезных западных изданиях, уже настаивал на необходимости решить украинский вопрос путем вооруженной агрессии. За это ему Кремль присвоил звание заслуженного профессора высшей школы экономики. Сейчас Караганов утверждает, что много лет занимался ядерной стратегией и знает способ минимизировать риск ответного ядерного удара со стороны противника. Просто нанести превентивный ядерный удар по Европе, чтобы, по его мнению, уберечь человечество от глобальной катастрофы. Не пора ли нам менять доктрину применения ядерного оружия в сторону понижения ядерного порога? И идти, конечно, твердо, но достаточно быстро по лестнице эскалации, сдерживания, отрезвления наших партнеров. Они обнаглели, они прямо говорят, что поскольку у вас такая доктрина, и что они никогда не применяют ядерного оружия, и мы таким образом невольно позволяем им расширять и проводить совершенно чудовищную агрессию. Сейчас, после такой сенсационной псевдонаучной работы, Караганов по просьбе Кремля изучает, как можно сдержать Запад, став вышке лидером по числу заказных исследований. В этом году он будет отвечать сразу за 8 исследований по заказу администрации российского президента и правительства. Вот некоторые из них. Теории и практика ядерного сдерживания в современных условиях и российская политика в этой области. Оценка опыта развития военно-промышленного комплекса в ряде ведущих стран мирового большинства. Китай, Индия, Пакистан и так далее. Диалог по выработке новой концепции ядерного сдерживания в четырехстороннем формате. Россия, КНР, Индия, Пакистан. Мир в ближайшие годы, даже когда мы победим тем или иным способом на Украине, или вокруг Украины, Запад, все равно будет проживать очень трудные времена. Поднимаются новые центры, будут возникать новые трудности. Нам ведь необходимо вставлять обратно тот самый предохранитель, которым было ядерное сдерживание, которое держало мир на протяжении 70 лет. Сейчас этот Запад, забыв историю и страх, этот предохранитель пытается ликвидировать. Не стоит ли нам поменять нашу политику в этой области? Историку и экономисту Караганову, занимающемуся последние полвека научной работой, хорошо известно, что в современном мире до 2022 года применение ядерного оружия считалось абсолютным табу, независимо от того, какое оно, тактическое или стратегическое. Более 30 лет, с конца 80-х до начала полномасштабной войны России против Украины, ядерные угрозы были уделом террористов и государств-изгоев, вроде Северной Кореи. Теперь же ядерные манипуляции Путина и его свиты – это то, зачем без преувеличения следит весь мир. Политики, военные эксперты и психотерапевты давно пытаются смоделировать возможное поведение кремлевского тирана. Одни говорят, что Путин достаточно труслив, чтобы нажать на красную кнопку, так как боится возмездия со стороны стран Запада. Другие вспоминают его слова про мышь, загнанную в угол. Но мы-то к этому готовы. Я много раз говорил, для нас это вопрос жизни и смерти. А для них, для них это вопрос улучшения своего тактического положения в целом в раскладе в мире, ну и в Европе в частности. Сохранение своего статуса, своего статуса среди своих союзников. Это тоже важно, но не настолько, насколько для нас. Вообще на британских островах, похоже, заговариваются. Зачем грозить ядерным оружием бескрайней России, сидя на, в общем-то, маленьком острове? Остров столь мал, что лишь одной ракеты сорван достаточно, чтобы его утопить раз и навсегда. Зная нас, зная нашего руководителя Путина Владимира Владимировича, вот самое невероятное, что в конце концов все это закончится ядерным ударом, мне представляется все же более вероятным, чем вот такое развитие событий. Путин распоряжается самым большим ядерным арсеналом в мире, который достался ему в наследство от СССР. Ядерный шантаж Кремля процветает и приносит ему плоды. Так 45-й президент США и лидер нынешней президентской компании Дональд Трамп заявляет, что хочет наладить отношения с Путиным из-за того, что Россия обладает ядерным оружием. Подобные заявления звучат также из уст некоторых европейских политиков. А поэтому Путин, Медведев и даже Лукашенко угрожают Армагеддоном и Судным Днем, если не каждую неделю, то хотя бы раз в месяц. От случайности никто не застрахован. А это фатальная случайность. Тогда конец всему. Поэтому, конечно, самой страшной угрозой сейчас является угроза ядерного конфликта. Нам говорят, русские только пугают. Они ничего подобного не сделают. Они просто пытаются что-то выторговать для себя. Значит, они же не сумасшедшие. Да мы не сумасшедшие, конечно. Но у нас есть специальный документ основы нашего ядерного сдерживания. И в этом документе прямо указаны случаи, когда мы обязаны отвечать именно так. Никакого колебания по применению ядерного оружия не будет в случае агрессии против Белоруссии. А какая договоренность? Если вам кажется, что агрессия, надо будет созвониться с Путиным и... Слушай, вот часто слышу. А вот это российское оружие без России чем не применит. Слушайте, если начнется война, я что, буду смотреть по сторонам? Да нет. Поводы для применения ядерного оружия в Кремле находят совершенно разные. От поставок Украине натовского оружия и так называемой защиты территориальной целостности России вместе с оккупированными ею украинскими землями, до обид Путина на западные страны, в том числе за бомбардировку в конце Второй мировой войны Японии, которая уже давно стала союзником США и противником России из-за Курильских островов. США единственная страна в мире, дважды применившая ядерное оружие, уничтожив японские города Хиросиму и Нагасаки. Кстати говоря, создали прецедент. И если почти 80 лет назад применение американцами ядерной бомбы против Японии было усмирением союзника Гитлера и агрессора, который в 41-м году первым напал на США и терроризировал Тихоокеанский регион, то в случае с Россией она сама является агрессором. А поэтому оправдаться и отмыть пятно позора ей будет практически невозможно. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкиваетесь. Если Россия решится применить ядерное оружие и ей за это ничего не будет, тогда обрушится весь международный порядок. Таким образом, по мнению аналитиков, это станет последней красной линией, которую Россия сможет переступить. Одним из вариантов развития событий может стать принудительное исключение страны из Совета Безопасности ООН, даже в обход всех норм и международных правил. Отправка в Украину голубых касок под эгидой цивилизованных стран и введение там бесполетной зоны, которая предусматривает уничтожение любых российских ракет, самолетов и вертолетов, нарушивших украинское воздушное пространство. Но все же большинство аналитиков сходятся во мнении, что ядерные угрозы Кремля призваны посадить Украину за стол переговоров на условиях России. Другими словами, чтобы Запад заставил Киев пойти на капитуляцию. А поэтому за несколько дней до президентских псевдовыборов в тихой задушевной беседе с пропагандистом Киселевым, полушепотом и успокаивающим тоном, Путин, возможно не выходя из своего любимого бункера, продолжил угрожать всему миру ядерным оружием. Мы, конечно, готовы. Они у нас постоянно находятся, постоянно находятся в состоянии боевой готовности. Это первое. А второе, и это тоже вообще признанная вещь, наша триада, ядерная триада, она является более современной, чем любая другая триада таких триад, только вот у нас, да, американцы, на самом деле. В свою очередь, всадник апокалипсиса Медведев заявляет, что угроза ядерной войны сейчас в сто крат существенней, чем во времена Карибского кризиса. Мол, потому что тогда Россия и США не воевали. А сейчас они воюют с нами. Посмотрите, что происходит. И вероятность того, что в какой-то момент обычный конфликт перейдет в другую фазу, не посчитайте меня человеком, который с маниакальным, так сказать, вот этой, с маниакальным постоянством все время об этом говорит. Просто как человек, который в какой-то момент имел в распоряжении известный чемодан с ядерным оружием, я понимаю, насколько эта угроза существенна и насколько тонкой может быть разделительная линия между существующим конфликтом и его переходом уже на другой уровень. С целью дальнейших запугиваний Россия полгода назад вышла из договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний, которые, по мнению западной прессы, она могла провести возле границ с Украиной. Может быть, для пущей убедительности в какой-то момент провести ядерные испытания, в конце концов, международных ограничений у нас для этого нет. В свою очередь, CNN писала, что Россия могла и вовсе применить ядерное оружие из-за своих неудач на поле боя в Украине уже в конце лета 2022 года. То, что привело администрацию Байдена к такой впечатляющей оценке, было не одним показателем, а совокупностью событий, анализов и, что очень важно, крайне чувствительных новых разведданных. Что происходит в головах у российских пропагандистов и в самом Кремле, можно судить лишь по одному только предложению Маргариты Симоньян взорвать ядерную бомбу где-нибудь в российской тайге. Если произвести в сотнях километрах на нашей же территории, где-нибудь над Сибирью, термоядерный взрыв, например, ядерный взрыв, то ничего не будет на Земле. Ничего такого страшного. Ни ядерной зимы, которую все боятся, ни чудовищной радиацией, которая умрет всех, убьет всех вокруг, а кого не убьет, те умрут в течение 10 лет от онкологии. Этого ничего не будет. А что будет? Так это будет выведена из строя вся радиоэлектроника, вся цифра, все спутники. Вот эта камера, на которой меня сейчас снимают, вот этот телефон, который рядом со мной лежит. Все, мы вернемся с вами в год эдак какой-нибудь 93-й. По данным прошлогоднего опроса общественного мнения в России, опубликованного телеканалом RTVI, 16% россиян поддерживали и даже приветствовали использование ядерного оружия для решения так называемого украинского вопроса и победы России. Но лишь 5% считают, что это нужно будет сделать при угрозе поражения в войне, а 10% одобряют ядерную атаку при любом раскладе. Оказалось, что среди россиян, поддерживающих применение ядерного оружия, пенсионеров из глубинки ничтожно мало. Основная масса тех, кто готов превратить Украину в ядерный пепел, граждане 30-40 лет. С новой же силой о возможности применения ядерного оружия в РФ заговорили после теракта в Крокус-Сити-Холле, в организации которого Путин и его силовики голословно обвинили Украину. Путин утверждает, что никогда не рассматривал необходимость применения ядерного оружия в Украине. И одновременно с этим заявляет, что может без колебаний нажать на ядерную кнопку. Причина применения этого оружия – это угроза существованию российского государства, если против России применяют туда даже обычные средства вооружения. Термин «угроза российскому государству» показало вторжение в Украину, Путин и его свита могут трактовать так, как им выгодно. В свете последних событий по уничтожению России украинской энергетики, аналитики допускают, что в качестве так называемого «акта возмездия» за несогласие Киева пойти на капитуляцию, российское руководство может рассматривать вариант удара ядерным оружием по критической инфраструктуре Украины, например, по дамбе на Днепре. Применение ядерного оружия для Путина и для России сейчас не решит никакой из задач. Ни военной, ни военно-политической, ни геостратегической. Это лишь жест отчаяния и сея «не доставайся ж ты никому», поскольку после этого никаких побед и возможностей у России что-либо достигнуть не будет. Россия попадет в полнейшее тотальное международную изоляцию и более того Путин станет легитимной целью для множества различных субъектов, поскольку он станет прямой угрозой для существования мира в целом, каким мы его знаем. Политика и действия Путина, его окружение настолько безумное, что европейский избиратель не качнется в сторону отказа от поддержки Украины. Глобальный альянс поддержки Украины не даст Путину зафиксировать какую-либо победу в этой войне для Кремля. Поэтому для Кремля возможно только поражение и вопрос только цены этого поражения. Скорее всего, цена этого поражения будет очень высока. С одной стороны, Путин постоянно повторяет, что готов к переговорам, а с другой угрожает ядерным оружием, тем, кто помогает Украине. Однако нужно понимать, что никто не отменял инстинкт самосохранения у самого Путина, который, размахивая ядерным чемоданчиком, прекрасно осознает, что нажатая им красная кнопка означает в ближайшей перспективе крах его режима, поскольку сильное желание наказать кремлевских военных преступников и тем самым доказать способность действующих норм международного права среди западных элит станет еще сильнее. Поэтому цивилизованные страны сделают все возможное, чтобы съехавший из катушек кремлевский тиран и его свита как можно быстрее оказались на скамье подсудимых международного трибунала в Гааге. Субтитры создавал DimaTorzok